Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. В русский хоккей играют настоящие мужчины. Правда, лед растаял. Чем же занимаются хоккеисты Бенди? Сегодня мастеру спорта расскажут Андрей Потапов и Александр Егоров, тренеры хоккейного клуба «Медведи». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, действительно, вы сегодня пришли с новыми клюшками. По осени были клюшечки тоже загнутые, но сейчас прям буквально что-то новенькое. Расскажите, что это за новое направление? Ну, это вид спорта, который вообще один из самых первых появился. Он 2000 лет назад появился, еще начали играть в него и датируется. То есть раскопки, рисунки находили на скальной. И играли очень давно хоккей на траве. Он, конечно, немного по-другому выглядел. Сейчас он выглядит вот в таком виде. Играет с такими клюшками. Одна клюшка, она для зала, индор-хоккей. Существует как вообще отдельный вид спорта. И клюшка для хоккей на траве, которая вот потолще синенькая. Играет вот таким костяным мячом. Первый раз слышу, чтобы в Самаре хоккей на траве был. Давно, еще и у нас женская команда была. Самарянка называлась. Это в каком году? В 19-м. Начали играть, конечно, в русский хоккей с мячом в бенде. Потом стали использовать как КФП. И Волга Ульяновская, и остальные команды, они пробовали, брали вот эти клюшки. Потому что в межсезонье чем заниматься? В футбол все время не будешь играть, тоже нужна все-таки практика. И кистевой бросок, и удар. Очень они похожи, эти виды спорта. Отличие здесь, это, естественно, нет коньков. Поле практически такое же, по размерам ворота, похожее с русским хоккеем. Хоккей на траве. И единственное отличие, еще самое главное, это нельзя играть ногами, и можно играть только одной стороной. То есть вот этой плоской. Подрабатывать ногами нельзя, да? Да. И все клюшки на правую руку, они только вон на одну сторону. То есть если человек, например, пришел, он вообще переучивается на эту сторону. И мы переучиваем. Дети до сих пор, они, некоторые вот так до сих пор бегают. Ну мы переучиваем, да, детишкам интересно. Интересный вид спорта, очень он такой, знаете, бюджетный. В плане того, что из формы, это шорты, майка, щитки. А защита, да, я хотел сказать, если костяной мяч. Щитки есть на руку еще, чтобы руку не отбивать, потому что мяч обычно встречаешь, здесь защита. У нас не было еще в свое время, всегда костяшки разбитые были. А так, в принципе, кроссовки обычные, под траву, короткая трава. А где будут проходить тренировки, если они будут проходить? Стадион «Локомотив», понедельник, среда, пятница, 8 часов вечера, начало. Мы вступили с Андреем в федерацию хоккей с мячом, хоккей на траве объединенную, под руководством Долгова Владимира Алексеевича. Вот от федерации нам дали этот стадион, и всех желающих мы ждем бесплатно. У нас есть клюшки, есть время на «Локомотиве». Возраст 6 лет берем детей. И край? Край, ну, я думаю, 13-14 лет там уже. Нам уже неинтересно, если старше, потому что тяжело человека уже научить. Ну и нам тоже результат нужен, чтобы у нас разрядники были. Сейчас дети вот у нас ездили уже, в марте мы ездили в Отрадный на чемпионат области. Именно в хоккейной траве? Да, там индор. Индор в зале. В зале, вот эти клюшки. Да, заняли ребята, хоть первый раз играли, третье место заняли по области. Сейчас им разряды сделают, им очень понравилось. Вратарь очень, на удивление, хорошо отстоял, хотя он только в хоккей с мячом до этого стоял. Ну а мы также не забываем русский хоккей с мячом сделали такую форму для детей. Ну раз вернулись потихонечку к русскому хоккею, и тогда коротенько расскажите о сезоне, как он для вас прошел, куда ездили, где играли. Ну сезон прошел насыщенный. Играли мы, ездили в Сызрани играть на ринг-бенде. Мы начали с него сезон, напомню, что это русский хоккей в коробке. Поиграли там, играли также в Новокурске, ездили на русскую зимушку традиционно. Традиционно проводили... Там на какой площадке? Там на большом поле мы играли. Сами мы ездили в взрослые команды играть. Чемпионат города Сызрани, шесть команд там участвовало. Мы заняли второе место там, помогли тольяттинцам, мы сами удовольствие получили. Проиграли мы единственные, это Торпеда с чемпионом города Сызрани. Последнюю игру мы выиграли их, но там уже нам не хватило по очкам. Также мы играли взрослой командой на области. Было желание за этот сезон в городе, вот кроме вашего клуба «Медведи», создать еще хотя бы парочку или еще одну команду? Удалось что-то сделать? Нет. Попытки были, на самом деле присоединить, попробовать с ребятам, которые в шайбу играют, как-то их завлечь, тренеров тоже, чтобы у нас были стыковые матчи. Тяжело это на самом деле, потому что и в шайбу многих тренеров нет возможности плодотворно построить тренировочный процесс, все упирается в лед. Потому что тренера, да, есть общественники, которые тренируют, но условия, так скажем, та же заливка льда, которая при школе, чистка льда, это все ложится непонятно на кого. Хоть даже и формы сейчас есть у тренеров, но построить тренировочный процесс, используя те условия, которые есть, сложновато. Но хорошо то, что развивается вот это все дело, золотая шайба начала возрождаться. Вот перспективы на следующий сезон, что-то поменяется, что-то все-таки удастся сделать в развитии Бенди в Самаре? Да, у нас есть просьба, не знаю, обращение большое, то, что мы сейчас на Локомотиве, чтобы на нас обратили внимание, и хотелось бы, чтобы в следующем году Локомотив в стадион заливался, потому что это единственный стадион в городе, который заливают. Если его оставят под футбол, как-то слухи ходят, то тогда просто похоронят до конца русский хоккей с мячом, потому что мальчишкам и нам некуда будет идти зимой. А мы развиваемся, мы на месте не стоим, мы поедем и в спортивный лагерь у нас запланировано. Ну, будете, я так понял, развивать Ринг Бенди тогда, да? Ну, сейчас вне сезона. Более простая версия такая, да? Будем играть в Ринг Бенди, но ждем сезона и будем тренироваться на большом поле, потому что русский хоккей – это, конечно, большое поле, скорость. Хочется уже съездить в нормальный турнир, уже плетеный мяч. Конечно, у нас уровень слаб же у парней, потому что мы не накатываем столько часов, сколько должным образом должны накатать. Все, опять говорю, упирается в условия. Редактор субтитров А.Семкин Это был «Русский хоккей» на телеканале «Самара ГИС». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова